Да, давайте. А можно я вас попрошу? Наверное, вы лучше. Я вас почти не... Вы прерываетесь. Наверное, лучше ваше видео отключить. Потому что я вас не слышу, вы именно как проглатываетесь. Я вас не вижу, но я вас слышу. И вроде слышу неплохо. Ну, на самом деле, для туриста курортный сбор никогда особо затратным не являлся. То есть для туриста курортный сбор – это, в принципе, абсолютно меняемые суммы. Он обычно не превышает порядка 0,5-1% от сумм, которые тратятся на отдых. То есть он не является значительным с точки зрения туриста. При этом этот сбор существует практически во всех странах мира, где именно идет ориентирование на курорты. Логично, он тоже обоснован. То есть если вы местный житель, вы платите местные налоги, за счет которых, собственно говоря, содержится территория. То есть строятся дороги, проводятся различные именно общие территориальные улучшения. То есть это логично, что местные жители платят эти средства из собственных налогов. Когда приезжают туристы, они точно так же пользуются в данном случае теми же дорогами общего пользования. Они точно так же пользуются общим благоустройством территории. То есть, в принципе, с точки зрения логики, это абсолютно нормальное и логичное явление. Ну, лично я, допустим, абсолютно спокойно отношусь к оплате курортного сбора. И, в принципе, он же был на территории Крыма при Украине одно время, по ряду регионов. При этом при Украине была формулировка очень интересная. Курортный сбор вводили местные органы власти. То есть на некоторых пляжах был курортный сбор, на некоторых... На некоторых... Алло. Вот. На самом деле, лично я отношусь к курортному сбору. Одну секунду. Сейчас, секунду. Лично я к курортному сбору отношусь абсолютно нормально. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Если он будет в разумных цифрах, и самое главное, люди будут понимать, куда идут средства от курортного сбора, то, я думаю, никаких вопросов ибо проблем это не вызовет. На самом деле, вы этого достаточно практически не знаете, но почти во многих странах мира, почти во всех, которые занимаются именно курортами, у вас этот курортный сбор включен. Иногда в стоимость оплаты номера, иногда его платит ваш туроператор. То есть вы даже не видите эту сумму как выделенную. То есть в некоторых странах он идет как выездная виза. То есть когда вы закончили отдых, вы выезжаете и фиксированно платите в аэропорту. То есть это и называется именно курортный сбор. Просто в большинстве стран его даже не показывают. И в принципе это логично. То есть если вы едете в отель, либо вы едете по какой-то путевке, у вас эта сумма сразу забита в услуги туроператора. Если же вы приезжаете в дикарен на отдых, то тогда да, вы его будете оплачивать самостоятельно. Вы имеете в виду, не остановится ли процесс именно собственная интеграция евразийской? На сегодняшний день он развивается. Если вы обратите внимание, последние документы сейчас это завершение переговоров между Россией и Беларусью. О переходе в расчетах за газ на рубли и в дальнейшем движении в сторону унификации и открытости энергетического рынка. То есть фактически это была последняя неунифицированная позиция в таможенном союзе, в Евразийском экономическом союзе. Это равный доступ к ресурсам по равным внутренним ценам. То есть так называемая равнодоступность к ресурсам. То есть когда любая страна, входящая в Евразийский союз, имеет право покупать энергетические ресурсы по цене продажи в стране производителя плюс затраты на транспортировку. То есть вот на сегодняшний день уже достигнуты в переговорах России и Беларуси договоренности о том, что Беларусь переходит на оплату в рублях. И стоимость будет составлять порядка 6 тысяч рублей за тысячу километров газа. То есть что в сопоставимых цифрах менее 100 долларов. А впоследствии стоимость газа для Беларуси будет такой же точно, как она на сегодняшний день есть в России, плюс транспортировка до Республики Беларусь. Для Европы достройка Северного потока-2 означает то, что Европа получит стабильную поставку газа, не зависящий от политических конъюнктур в странах, находящихся сегодня на пути транспортировки газа классической. То есть в первую очередь это риски Украины, Польши, Прибалтики. То есть наличие в данном случае Северного потока-2 позволит именно странам старой Европы получить гарантированную стабильную поставку газа. И не зависеть от изменения политических настроений, а в некоторых случаях от прямого воздействия Соединенных Штатов на правительство стран. Потому что не секрет, что Соединенные Штаты сегодня заинтересованы в том, чтобы перевести часть стран европейских на свой сжиженный газ, который поставляется из Соединенных Штатов. И поэтому достаточно часто, особенно в зимний период времени, возникают проблемы. То есть это конфликт с Украиной по поставкам и транзиту газа, это конфликт с Прибалтикой по поставке и транзиту газа. То есть поэтому для Европы это стабилизация ситуации и уход от политических рисков. Ногинский Олег Владимирович, председатель правления Ассоциации поставщики Таможенного союза. Спасибо. До свидания.